Марах Хижази сейчас на первом курсе магистратуры ЮФУ. Год назад она закончила бакалавриат в родной Палестине и приехала продолжать обучение в Россию, где сразу же столкнулась с языковыми трудностями. Русский язык, я должна сказать, что это нелегко. Даже сейчас у меня есть сложности, но это возможно. Я раньше изучала английский, французский, а арабский – это мой родной язык. Поэтому я выбрала Россию именно, чтобы изучать русский язык. Они сказали, что Россия – это страна водки, а там есть пельмедведь, и там очень холодно. Это правда, очень холодно здесь. Подготовительный факультет для иностранцев, где изучают русский язык, помог студентке освоиться в чужой стране. Мы собираем обучающихся на то, что называется подготовительным факультетом. Это факультет подготовки обучающихся для обучения в России, где они изучают русский язык, изучают профильные дисциплины. И это позволяет им до поступления на основную образовательную программу в течение года потянуть языковые навыки, получить базовые навыки в предмете, который они намерены изучать. А потом они поступают. Причем, что интересно, не обязательно к нам. Они по ряду факторов выбирают. Либо к нам поступают, либо в другой УЗ поступают. Во время пандемии, как и многие студенты, Марах обучается дистанционно. Проживанием во время учебы обеспечивают всех иностранцев. В общежитиях университета 6 тысяч мест. Около четверти сейчас занято студентами из-за рубежа. В настоящий момент в Южном федеральном университете обучаются студенты из 78 стран. А при этом, если брать выборку за последние три года, то наиболее активно к нам приезжают ребята из Китая. Это, разумеется, самый большой образовательный рынок, который есть сейчас, наверное. Это ребята из стран Латинской Америки. В первую очередь Колумбия, Эквадор. После обучения иностранные студенты могут найти свое призвание в любой межкультурной сфере. Кем станет в будущем, Марах пока не решила, но точно знает, что перед ней открыты все двери. Алина Зименко, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.